Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Оксана. Я рада приветствовать вас у себя на канале, но сегодня я не на своей даче. Я в гостях у своей подписчицы, у Елены. Мы разговаривали с одного города. Она пригласила меня в гости. Мне очень было интересно посмотреть на ее виноградник. Посмотрите за мной, какая огромная двухплоскостная шпалера в 50 метров длиной. Шикарный виноград. Я приехала посмотреть на такую красоту, но когда зашла на участок, увидела, что здесь растут и метельчатые, и крупнолистные гортензии. И сейчас я покажу вам эти шикарные растения. А Елена поделится с нами опытом по выращиванию крупнолистной гортензии в открытом грунте и о укрытии этого прекрасного растения. Участок у Елены очень большой. Хлопоты, заботы здесь, конечно, немало. Посмотрите куст метельчатой гортензии ванилы фрайс. Какой огромный! Он практически выше меня. В прошлом году мы вот разговаривали, ураганом сломала ветки. И после обрезки, посмотрите, какие толстые побеги выросли. Но все равно, конечно, опору лучше поставить, потому что огромные соцветия ветром ломает. Здесь вот цветут безвременники. Смотрите, сиреневый и вот такой белый. А вот это гортензия. Ну, угадайте, это пастель грен. Высота куста сейчас около полутора метров. Посмотрите, размер соцветия. То есть примерно около 60 сантиметров. Соцветие располагается между пазухами листа и смотрится очень ажурно. Конец октября. И вот такое оно окрашено в розовый. Еще один куст гортензии. Это сандей фрайс. Большие. Посмотрите, какие побеги. Обрезана гортензия крайне низко. Очень жестко. При хорошей подкормке. Елена говорит, что она под все гортензии добавляет коллоидную серу в качестве подкисления. Мы еще об этом поговорим. Сандей фрайс выдает вот такие узнаваемые соцветия. Сейчас уже, конечно, осень. Практически листопад. Но гортензия не теряет своей привлекательности. Красавица. Известная всем самарская лидия. Листики тоже уже опали. Но цвет соцветий очень узнаваем. И сама гортензия, конечно, выделяется среди многих. Высота куста сейчас здесь примерно полтора метра. Вот это соцветие выдало. Вот эти пониже, конечно. Но тоже очень крупные соцветия. Размером примерно около 35-40 сантиметров. Такой темно-вишневый цвет. На закате практически черным смотрится. Самарская лидия. Не сразу, конечно, куст выдает такие огромные соцветия. Очень многие люди, выращивая эту гортензию, ждут от нее сразу таких результатов. Но самарская лидия обычно так может свести только на 5-6 год. Здесь кусту где-то около 7 лет. Штамп метельчатой гортензии. Ванила фрайс. Посмотрите, какая толщина. Формировка. И вот на большой опоре подвязана ванила. Бег старый. Пойдемте еще посмотрим. Вот там огромный куст. Это лаймлайт. Высота прироста у лаймлайта. Смотрите, какие толстые побеги. Тоже кардинально низко был обрезан. Сейчас он примерно около полутора метров. Вот такой лаймлайт. А вот это кто угадает, что за сорт? Шапки. Смотрите, размах соцветия 30. И здесь примерно около 30. Такие космические просто шапки. Очень мощный лист. Огромные, толстые, толстые. Смотрите, какие ветки. И это куст Сильвердоллар. Высота куста вот такого во взрослом состоянии примерно полтора метра. Ну и диаметр, конечно, у куста тоже около полутора метров. Шикарно. Ему здесь нравится. Он немножечко так притянен от забора. И не совсем сгорел. Конечно, к концу года еще шикарен. Вообще, мне Сильвердоллар очень нравится. Он такой настолько плотно набитый. Мне кажется, его даже сжать невозможно. Вот такой вот огромный. И за счет жесткости ствола прекрасно держит шапку. Сорт Сильвердоллар. Обратите внимание, кто хочет прямостоячие крупные такие кусты большими соцветиями. Сейчас так большой. Работы настолько много. Но мне еще привлекло вот это растение. Я сначала не сразу поняла, что это. Это персик с ланцевой формой, который выращивается максимально близко к земле. То есть его специально прижимают. Молодые побеги ему прижимают. А потом все это идет под укрытие. И у нас в средней полосе можно вырастить шикарные персики. Но при должном уходе. Вообще, у хозяйки очень много растений идет под укрытие. В том числе виноград и крупнолистные. Вот здесь вдоль теплицы. Смотрите, какие огромные растут кусты. Крупнолистные гортензии. Высажены они в открытом грунте. Кустам явно уже больше 5-6 лет. И, конечно, всех сейчас в конце осени волнует тема укрытия гортензии. Давайте спросим у Елены, как она это делает. Разгребаем мульчу. Да, Лен? Да, по осени мы отгребаем мульчу от корня. Насыпаем сюда свежего удобрения. Серу. Коллоидную. Коллоидную. На куст примерно? Ну, пару столовых ложек. Можно и авиджет. Вот. Значит, добавляю я сюда свежего торфа кислого. И потом опять загребаем обратно куст. И пролонгирм удобрения? Ну да, удобрения. Вот так вот укладываем мульчу. Вот. Дальше я добавляю свежей соломки, где не хватает сухой. Вот. Листья у нас уже сброшены. Все обрезано. И мы вот так вот пригибаем и привязываем, ну, тут веревочка и колышек сюда, всю гортензию. Вот в два слоя, в две стороны я их закраскладываю. Угу. Все. Дальше я обсыпаю края соломкой вот отсюда, чтобы это, ну, потеплее было корню. Угу. Вот. Сверху укрываю нетканным материалом в два слоя шестидесяткой. И чем-нибудь, что не пропускает воду. Нам нужно сухое укрытие. Вот. И все. И дальше остается он зимовать. Когда открываете гортензию? Гортензию открываю обычно в конце апреля. Но открываю как? Я убираю материал, который мне сохраняет ее от влаги. То есть пленка, клеенка, ну, у кого что, рубероид. Вот. Я, значит, снимаю нетканку, но не убираю ее. Расправляю куст. Он еще весь лежит. Вот так вот. И потом опять от заморозков я закрываю его нетканкой. Сверху не накрываете, допустим, еще какими-то листьями? Не засыпаете или какими-то мешками еще дополнительно? Нет, ничего не делаю. Главное, чтобы было укрытие сухое. Поэтому я после того, как сюда подкладываю сухую солому, на нее сложу вот это вот. И сухим материалом нетканым я его, значит, закрываю. И сразу пленка, клеенка с продухами. Вот здесь мы с вами видим сейчас два ряда дуг. Вот первый ряд такой высокий. И на нем уже подготовлено, ну, вот здесь дарнит, но может быть и спонбон 60-ка или 80-ка. Это делается для первых заморозков, правильно? Да, а в зимнее укрытие у меня укрывается вот по этим дугам. То есть два ряда дуг. Верхний это вот сейчас как бы мы сохраняем почки. И это получается для ранней осени и для весны. А для самой зимы еще вот это. Достаточно одного слоя вот на просто очень низко. А весной мы, получается, его поднимаем на верхние дуги. Убираю пленку, клеенку отсюда, эту ткань ввожу на верхние дуги, низкие дуги убираю. И они у меня являются защитой от заморозков. Фиксируются у вас, я обратила внимание, там прищепочки. Прищепки специальные. Специальные прищепки. Это можно кирпичами зажать и что угодно. Ну, можно канцелярскими такими, да. Ну, да, у кого чего есть. Ну, то есть сейчас уже вот, пока стоит солнечная погода, укрытие подготовлено. Потому что у нас с субботного воскресенья обещают заморозки. Да, заморозки и дождь. А завтра будет дождик, когда это делать. Да, естественно. То есть надо всегда уловить время для таких работ. Ну, вот еще, если у людей нет соломы, какое бы укрытие вы бы рекомендают? Хвойный опад лучше всего. Просто у меня нет хвойного опада. Лучше всего сухие эти иголки. От мышей? От мышей ложу брикетики. Брикетики, обязательно, да. Под каждый куст ложу 3-4 штучки. Вот этот красавец куст, это? Это бесконечное лето оригинал. Оригинал цветет, посмотрите, у нас на дворе уже начало. Это вот старый цвет летний еще. Начало октября. И вот, смотрите, какой красавец. Красили ли вы когда-нибудь этот куст? В этом году половина цветов были синие, половина розовые. Смотрите, какой красавец, представляете? Просто я потом перестала красить, и они у меня все порозовели. Это уже же новые цветы. Они уже давно не крашены. Давайте еще посмотрим, какие у вас здесь крупнолистные гортензии. Ну, это белые, я сорт не знаю, они уже все старенькие. Вот они, это уже тоже молодые цветы. Старые вот срезанные были, которые цвели летом. Лист уже сейчас опадает. Да, он опять готовится, уже опадает. Листь обязательно собираем из-под куста, чтобы инфекцию не размножать. Я не знаю, старые сорта еще покупались не в специализированных центрах. Поэтому вот я знаю это. Это пельчатая гортензия. Тоже укрывается, да? Да, они все одинаково укрываются, все ложатся. Я постараюсь вставить сюда картиночки. Вот, смотрите, какой красивый листой цветочек был. Ну, это последние тоже цветочки. Постараюсь вставить картинки, да? Вы мне покажете? Это красавица какая. Ну, это я в этом году только посадила. Это новый какой-то сорт красивый. Авангард. А, это авангард. Это вот тот именно большой, с большим стволом. Да, я еще выращиваюсь в один этот. Ну, это позднее цветение уже, ремонтантное. А тут вот были обрезаны уже цветы. Цветет он однократно? Однократно? Нет, вот последний. Он же у меня огромный. Они были летом. Красивые. Это гортензии не ремонтантные, белые. Но я не знаю, где ее тоже сорт. А это вот тоже бесконечное лето. Summer Love. Это вот тоже цветет, как и оригинал. Все лето, все осень. Вот да, вот тут вот цветок прям свеженький. Да, вот распускается. Я тут уже чуть-чуть уже хожу. Распускается. Обрезаете ли вы потом? Вот весной, да. Я срезаю на осень только шапочки. Вот. И укладываю. А весной уже я вырезаю слабые. И это снизу я беру на черенок отламываю. Очень хорошо его именно весной размножать. Хотя вот и этот куст вот закладывает цветочки. Там пильчатые гортензии. Пильчатые гортензии тоже идут под укрытие. Тоже уже подготовлены дуги и ткань. О, красавица какая. Это Cotton Candy сорт. Они земляничного цвета, цветочки были. Очень красивый. И этот сорт он сам себя регулирует. Он сбрасывает их. То есть на других кустах надо шапочки отрезать. Сам очищающиеся. А тут он вот вянет и отсыхает и все. Его немножко нужно вычищать, да, вот здесь какие-то? Ну, я лишнее убираю весною. Потому что кто знает, какие заморозки будут, как чего. Если заморозок начнется в 11 часов вечера и до утра, это уже мороз и может замерзнуть. А у нас такое было. Вот. Вот эта красотка. А эта красотка тоже пильчатая. Это Клаудия. Это все сорта ремонтантные эти. Ой, какая шикарная. Это ремонтантные. Потому что вот пытается где-то что-то зацвести. Елена, вот я пришла к вам в гости. Хочу вот, например, сейчас отрезать вот такой черенок. Как вы считаете, нужно брать на размножение вот так поздней осенью? Я бы не советовала. Я бы не советовала. Потому что очень много танцев. Вот я говорю, что я в конце апреля их открываю. И в начале мая много лишних молодых побегов, которые все равно нужно, вот они, тонкие, выламывать, вырезать. Вот эти весной, вот такие я имею в виду, маленькие. Вот их лучше брать. И растение само по себе просыпается. У него много силы. Оно хочет жить, хочет расти. И оно легко укореняется. Весеннее, ой, осеннее укоренение все-таки тяжелее проходит. Потому что само растение биологически приготовилось спать. А вот здесь у вас растет можжевельник. Как он реагирует на общее укрытие с этими растениями? Нормально. Вот видите, каждый год укрывается. Проблем с ним нет. Ему, мне кажется, нравится. Это шершавая гортензия. Ну да, действительно, у нее листьев шершавая. Тоже готовится к осну. Вот уже сбрасывается древесине. Ее я, если те укрываю все по низким дугам, то ее я после листопада связываю и просто обматываю спанбондом. И сверху одеваю мусорный мешок. Ее, наверное, невозможно наклонить. Она жесткая. Да, она сломается. Ну а цветение у нее одноразовое? Да, цветение у меня было, во всяком случае, одноразовое. Но оно зацветает в начале лета и до осени почти что стоят эти вот соцветия. Ну, как, в принципе, и на всех гортензиях. Гортензиях они хуже не становятся от того, что они процвели. Ну что ж, побыли в гостях. Пора и чай знать. На фоне этой прекрасной гортензии будем прощаться с садом Елены. Спасибо большой хозяйке за то, что пригласила в гости. Я, конечно, уже стою в очередь за череночками. Мне пообещали такие красивые сорта для моей коллекции. Ну и я, в свою очередь, тоже обязательно какой-то сорт красивый для Елены приготовлю. Ну, а вам всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok